Привет, это инспектор ЗОЖ, и мы сегодня в самом центре Санкт-Петербурга. Здесь очень много исторических зданий для туристов и для местных жителей прямо за мной. Казанский собор, Дворцовая площадь, Дом Зингера. Да вы сами прекрасно знаете, что здесь находится. Ну а что, если я не турист и приехал сюда с совершенно другими целями? Или, например, я живу в одном из этих зданий, и у меня, например, много денег, или я чей-то наследник, и я не просто хочу пройти здесь с какими-то туристическими целями, а я хочу заняться спортом. Есть ли возможность в самом центре Петербурга заняться физкультурой и спортом? Мы проедемся по Невскому проспекту и узнаем это. Поехали! Невский 22-24. Самый центр Петербурга. Именно здесь находится, возможно, самая центральная спортивная площадка в городе. Если вы, конечно, не хотите забираться на Александрийский столб или на шпиль Адмиралтейства, то вот здесь можете заняться спортом. Пойдемте посмотрим, что это за площадка. Многофункциональная спортивная площадка. Как мы видим, все доступно. Открыто заходим. Ворота скорее хоккейные, чем футбольные. Баскетбольное кольцо. Хороший большой щит. Металлическая сетка. Но в баскетбол здесь играть невозможно, потому что, сами видите, если только прийти, побросать мяч в кольцо, будет нормально. Но вообще вот эта вот резиновая крошка утрамбованная, которая здесь была, пришла в полную негодность. И обязательно школе, директору и муниципалитету стоит обратить на это внимание. Но это вообще самый центр города. Вот у нас здесь в 50 метрах Казанский собор находится. И площадка в далеко не самом лучшем состоянии. Есть защитные заборы, достаточно высокие. Но я не пойму, почему ворота хоккейные, а не футбольные. Потому что заливка льда здесь явно зимой невозможна. Сразу стоит сказать, что сегодня, как и всегда, мы оценим спортивные площадки по пяти параметрам. Доступность, комфорт, оснащенность, вовлеченность людей и общее впечатление. Побывали на самой центральной площадке спортивной города Санкт-Петербурга. Едем дальше. Маховая улица 12. Мы немножко отъехали от Невского в сторону Литейного тех мест. И здесь у нас есть сразу несколько спортивных площадок, судя по сайту спорткомитета. Вот, например, площадка с уличными тренажерами. Уличные тренажеры, три штуки. И здесь хоккейная коробка и баскетбол. Вообще, так вот сверху хоккейная коробка выглядит достаточно симпатично. Зайдем внутрь, посмотрим. А вот уличные тренажеры, такое ощущение, что нет, все нормально. Красиво, да. Хорошо. Пойдемте на хоккейную коробку. Хоккейных коробок в Петербурге на улице не так уж и много. Поэтому каждая из них на вес золота. Покрытие, утрамбованная резиновая крошка. Очевидно, что летом здесь играют в футбол или в хоккей на траве, что тоже возможно. Но ворота чисто хоккейные и забор исключительно для хоккея, ограждения. Потому что если играть здесь в футбол, сами понимаете, пинаем мяч и он залетает в окно. Прилетает в окно с непредсказуемыми последствиями. Баскетбольная, кстати, как площадка для баскетбола, полностью годится. И разметка есть, и щиты отличные, сетки, кольца. Все великолепно. Любопытно будет побывать здесь зимой и посмотреть, как зальют лед. И будет ли здесь народ, дети и взрослые, играть в хоккей. И здесь неподалеку есть еще одна спортивная площадка. Пойдемте посмотрим. Жуковского 4. Мы в 100 метрах от Невского проспекта. Ищем здесь площадку, на которой должны быть тренажеры, гимнастика, настольный теннис и, возможно, что-то еще. Достаточно стандартные, появившиеся в нашем городе уже давно такого типа тренажеры. Да, здесь получается три разновидности. И еще гимнастическая стенка. Гимнастическая стенка не в лучшем состоянии, краска облуплена. Зато здесь симпатичное граффити. Давайте все-таки найдем гимнастику и настольный теннис. Это должно быть поинтереснее. Но никакой гимнастики и настольного тенниса здесь не оказалось. Нам даже в перспективе оттуда увиделось, что гимнастика и настольный теннис это вот здесь. Но оказалось, что это просто граффити, где русский и монгол занимаются, видимо, настольным теннисом, гимнастикой и чем-то еще. Но по факту бесчиного нету здесь, кроме уличных тренажеров. Поэтому за оснащенность снизим балл и поставим 4. Маяковского 10 за лицеем. Здесь должна быть какая-то продвинутая площадка для воркаута. Посмотрим, правда это или нет. Но опять же, на площадку для воркаута это не похоже. Это детский какой-то городок и один уличный тренажер. Нет, два уличных тренажера. А где здесь, собственно, детям, например, вот этим учащимся лицеем заниматься спортом? Может быть, конечно, внутри здания у них есть, но сомнительно. Да, да и уличный тренажер в таком состоянии немного странном. Все шатается, ржавчина. И да. Ну давайте так, за оснащенность оценку уже выставили. Пора выставить за комфорт. Там, где мы были, в общем-то, вполне пристойно для погодных условий текущих. Ну и, как я всегда говорю, от улицы и от зимы многого ждать не приходится. Так что давайте поставим четверку, правда, с натяжкой. Почему с натяжкой? Ну, не знаю, меня этот уличный тренажер и эта площадка как-то разозлила, потому что, ну зачем на такой большой территории, да, которая здесь, в общем, действительно немаленькая, делать всего два уличных тренажера и больше ничего? Где здесь... А, вот это, видимо, и есть воркаут. Вот, но это получается... Вот это мне нравится. Воркаут. Рукоход. Ну, очевидно, это воркаут для детей. Ну, какой-то продвинутой площадкой это точно не назовешь. Поэтому тут явно есть над чем работать. А мы движемся дальше по Невскому проспекту. Вот не все знают, что в центре Петербурга располагается московский Кремль. Как к этому относиться, решайте сами. Ломоносово, 14-16. Это пять углов, культовое место в центре Петербурга. Здесь нам обещают мини-футбол, гимнастику и ОФП. Пока ищем. Я думаю, стоит выставить оценку за вовлеченность. Но мы, как обычно, снимаем в не самое популярное время, когда дети учатся, а родители на работе. Будний день. Увидели мы мало людей на спортивных площадках, но все-таки увидели. Поэтому давайте, учитывая время, поставим 4 балла за вовлеченность людей. Здесь есть довольно атмосферная футбольная площадка. Почему атмосферная? Потому что резиновая крошка здесь покрыта осенними листьями. И как будто мы играем на каком-то ковре осеннем. Площадка небольшая для мини-футбола. Так. Здесь еще интересно, что резиновая крошка нарезана по квадратам. Такое оригинальное решение, по-моему, не самое очевидное для футбольного поля. Ворота уже не новые. Сетка есть. Там тоже сетка есть. Забор низкий. Мяч явно будет часто вылетать за территорию. Но, ладно, если он вылетит сюда, хуже, если мяч полетит в ту сторону. Там, кстати, окна, как мы видим, есть решетки, есть сетки. Защита, значит, мяч сюда действительно вылетает. Я не удивлюсь, если я сейчас там обнаружу залетевший мяч. Но играть в футбол здесь можно. Правда, кроме футбола здесь ничего нет. Разве что еще используется как площадка для выгула собак. Что не совсем однозначно. Здесь нам обещают еще, помимо мини-футбола, баскетбол и гимнастику. Ну, по поводу гимнастики, возможно, имеется в виду вот это. Да, мини-футбол, гимнастика. И есть еще мини-футбол, баскетбол, наверное, в том пролете. Вот это нечто, да? Да, понятно, опять же. Ну, это что-то похоже действительно на гимнастику, но очень скромно. Поэтому давайте здесь все-таки поищем еще мини-футбол и баскетбол. Есть он здесь или нет? Мы по-прежнему на улице Ломоносова. И нашли здесь наконец-то действительно стоящую площадку для занятий воркаутом. Думалось, что большинство из них будут закрыты. Молчать! Большинство из них будут закрыты. Но! Молчать! Но! Оказалось, что везде мы совершенно спокойно прошли. Все дворы открытые и все спортивные площадки свободны для посещения людьми разных возрастов. Таким образом, за доступность я не могу поставить ничего иного, как пять. Все в хорошем состоянии. Доска для пресса. Это, видимо, для поднятия тяжелых весов. Это похоже для прыжка в длину, да? Насколько я понимаю. Давно я не прыгал. Чуть-чуть за два метра улетел. Так. Хорошая площадка. Мне нравится. Особенно на фоне вот этих вот таких старых атмосферных зданий. Площадка в действительно хорошем состоянии. Давайте еще куда-нибудь съездим и завершим на этом нашу инспекцию центра города. Завершаем наше физкультурно-спортивное путешествие по центру Петербурга. Здесь есть, опять же, хоккейная ледовая коробка, что слегка удивляет. Сразу их две в нашем сегодняшнем выпуске. И баскетбольные кольца. Так. Площадка эта явно стритбольная, поскольку кольцо одно, но места здесь очень немного. Разметка есть, да. Разметка как раз стритбольная, уже слегка стертая. Щит нормальный, сетка оторвана. Причем даже есть, смотрите, металлическая сетка, она повешена. И обычная сетка тоже оторвана. Ну ладно, играть здесь можно. Беговая дорожка и хоккейная коробка. Стол для настольного тенниса без сетки, рукоход. Типичная хоккейная коробка. Фу, забор маленький, ворота хоккейные. Пока здесь делать нечего, но зимой, я надеюсь, здесь дети будут играть на льду с клюшками. Подведем итоги. Петербург долгое время называл себя спортивной столицей России. И до сих пор иногда именует себя таковым. В общем-то, справедливое утверждение, если брать спортивные профессиональные клубы. Но если брать именно такие физкультурно-спортивные массовые объекты, то все-таки над этим надо работать более серьезно, что и показал центр города. С одной стороны, мы действительно обнаружили достаточно много спортивных объектов, но общее впечатление осталось какое-то гнетущее. Людей мало, видов спорта, опять же, немного. Ну, футбол, да, получается, баскетбол, хоккей для воркаута одна площадка. И все-таки нам приходилось сильно отдаляться от Невского проспекта, чтобы что-то отыскать. Давайте приводить в порядок все это хозяйство. Пока общее впечатление 3 балла. И оценка-то в целом хорошая. 20 из 25. То есть спорт в Петербурге живет, и физкультура тоже. Но есть какой-то нюанс, который смущает. Надо задуматься над этим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok